Замечательная кототерапия! Такой заряд вообще на целый день! Привет из Турции! Сегодня мы покажем вам самое кошачье место во всей Алайне. Это видео точно понравится всем любителям котиков. Мы приехали в кошачий парк. Турция – страна котов. Они часто подсаживаются к нам за столики в кафе и на скамейки во время прогулок. Даже в нашем жилом комплексе есть ничейные коты, которые выглядят очень довольными. Интересно, как им живется в парке. Сейчас проверим. Чтобы найти этот парк, ориентируйтесь на канатную дорогу. Она есть на всех картах всегда, во всех путеводителях, а вот об этом парке знают немногие. Вот это начальная станция. Идите сюда, рядышком парк. Найти парк Татюрка нетрудно. Точку на карте оставим в описании к видео. За вход платить не нужно. Сразу смотрите под ноги. Некоторые малыши валяются прямо на дорожках и крепко спят. Отходить в сторону и не подумают. Это же вы к ним пришли, а не наоборот. Все жители парка котов в Аланье выглядят ухоженными, здоровыми и чистыми. Хотя самые мелкие постоянно валяются в песке, дергают друг друга за хвосты и ползают по деревьям. Поэтому иногда похожи на чертят. Тут надо внимательно смотреть по сторонам. Иногда коты оказываются в самых неожиданных местах. Кто-то спит в клумбе, кто-то в кустах, а кто-то даже на деревьях. Все коты в парке Татюрка в Аланье оказались ленивыми, но ласковыми. Самые маленькие не против поиграть. Для всех жителей парка построены домики. Тут у них полноценные кормушки, спальные места, игрушки. Вокруг чисто. За парком следят муниципальные службы Аланье. Подбрасывать сюда котов запрещено, а вот взять домой можно. Я бы всех забрала, но в парке им явно хорошо. В любой момент они могут подойти перекусить, попить воды или вздремнуть. Мне очень нравится, как в Турции относятся к животным. Например, когда страна массово сидела на карантине, власти напомнили муниципальным службам, что котов нужно кормить. И обязательно дезинфицировать места, где они живут. Короче говоря, делать все, чтобы коты ни в чем не нуждались и не заболели. Помогали и местные жители. Голодных и грязных котов в Турции мы еще никогда не встречали. За этим всегда следят, даже в непростые времена. Турки верят, что кошки попадают в рай и могут рассказать Аллаху о доброте людей, которые за ними присматривали. Поэтому каждый считает своим долгом кормить, поить и согревать зимой всех котов в округе. Однажды в Стамбуле выпало много снега, и люди первым делом побежали спасать не дома или дороги, а кошек. Они выносили для них коробки с одеялами внутри. Котов в Турции почитают уже много веков. По легенде, в рукав халата пророка Мухаммеда однажды заползла змея. Кошка вовремя заметила опасность и прикончила ее. За это Мухаммед подарил любимице девять жизней. А еще начал читать проповеди с кошкой на руках и никогда не тревожил животное. Если кошка спала на халате Мухаммеда, он надевал другой. Местные жители поступают также. Кошек не прогоняют ни со столов, ни со скамеек. Им можно даже находиться в мечетях во время молитв. Вот и в парке Аланье они – полноправные хозяева. Место, как видите, очень приятное. Тут всегда есть тень. Сейчас на улице почти 40 градусов жары, а здесь можно спрятаться от солнца. Сам парк очень зеленый, а в центре есть пруд с рыбками и фонтан. Правда, когда мы приехали, он не работал. В заркий день в парке можно отдохнуть в тенечке, погладить котиков, а потом выйти прямо на пляж Клеопатра и искупаться. Кстати, посмотрите обзор пляжа Клеопатра. Мы недавно снимали такое видео. Мы заметили, что в парке много турков. Они валяются на травке и поглаживают котов. Это место располагает к такому ленивому отдыху. Тут вообще забываешь обо всем на свете. Сейчас в Европе и России популярны коты-кафе. Люди платят деньги, чтобы выпить чашечку кофе с мурчащим котом на коленях. Тут можно сделать то же самое, только бесплатно. Но если захочется перекусить, неподалеку стоят рестораны, бары, кафе. А в парке работает киоск с закусками и напитками. В нем же можно купить корм для котов. Они тут не голодают, но если вам вдруг захотелось покормить кого-то конкретного, почему бы и нет. Еще один интересный факт о Турции. В некоторых кафе можно увидеть особые коробки для чаевых. Собранные деньги забирают неофицианты. На них вызывают ветеринаров для осмотра районных котов. Все остальное тратят на корм, которым потом угощают всю пушистую округу. А еще в ресторанах всегда собирают остатки еды, пригодные для котов. Сыр, рыба, курица – все это подготавливают, чтобы потом отдать животным. Кроме того, Турция – страна рыбаков. Некоторые из них отдают половину улова уличным котам. Некоторые коты становятся знаменитостями. Например, в Стамбуле, в районе Кадыкёй, жил кот Тамбили, то есть толстяк. Он умер в 2016 году. Из 17 тысяч человек подписали петицию, чтобы ему установили бронзовый памятник. Конечно, власти разрешили это сделать. В Турции говорят, если ты убьешь кошку, ты должен будешь построить мечеть, чтобы Бог простил тебя. Это еще одно напоминание каждому, что котов убежать нельзя. Хотя турки об этом никогда не забывают. Мы не раз видели, как люди специально заходили в магазин за кошачьим кормом или ветчиной просто потому, что к ним на скамейку подсаживался кот. Такая забота у местных в крови. Сложно представить, чтобы кто-то тут шикал на котов или не поменял для них воду в течение дня. За порядком всегда следят муниципальные службы Турции. Но горожане и туристы все равно помогают. Если вы приедете отдыхать в Аланью, обязательно сходите в парк котов. Вы уйдете отсюда счастливее, чем пришли. Парк оказался совсем небольшим, но мы провели тут больше часа. Перегладили всех котиков, не такие славные. Это была вообще замечательная кототерапия. Такой заряд вообще на целый день. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы всегда будем показывать какие-нибудь интересные места вроде этого. Пока!